добрый день дорогие друзья сегодня я нахожусь в горах как всегда и сегодня мы идем последний укрепрайон республиканцев которые они построили в 1939 году со мной как всегда пойдет мой друг сережа сережа поздоровайся с ребятами добрый день дорогие зрители вот ну и покажем вам этот район и немножко по умничаем расскажем то что мы знаем за этот район ну что в путь поехали сережа пройти мы должны почти 12 километров по горам чтобы попасть в этот укрепрайон ну и наверное расскажем что мы знаем да сереж давай наверно ты начинай ну что это последняя линия обороны которые строили республиканцы гражданскую испанскую войну народ воевал друг с другом политику опустим факт такой что пострадала испании очень сильно в этой войне но на что интересует что были представители из ссср то есть наши так сказать кровные родственники братья так сказать и вот нас это интересует как же русские здесь себя проявляли ну а скажи вот это правда что у тебя из родственника здесь воевал да да ну дед деды у меня воевали здесь да а вот видишь как история сложилась ну да поэтому я немножко изучаю по что-то мне дедушка рассказывал что где-то что-то они здесь оставили но это это как говорится личная информация мы не будем ее всем объявлять но надо же найти а это даже найти не ну это вообще это известный факт что при отступлении был прорыв ранку и республиканцы когда отступали резко можно сказать бежали даже по горам тяжело что тащить нажитое имущество и экспроприированную империалистов и ну грубо сказать не бросали но прикапывали все прятали чтобы потом каждый надеялся вернуться за этим добром ну вот первая информация пошла ну хорошо ну что поехали дальше как говорится как там говорится направо пойдешь что там потеряешь вот так и у нас здесь подошли мы ко столбу ну и направление ну направление наше мы знаем на на республиканскую линию мы идем куча всяких знаков кстати вот для туризма что хочу сказать очень хорошо все обозначено то есть вы подходите с мобильным телефоном берете штрих-код и вам все рассказывает скачиваете карты и получаете полную информацию это чем не все это больше всего нравится но нам надо подниматься вон туда далеко далеко так вот друзья на что я хотел бы обратить внимание так это вот на то что когда вы идете в горах всегда берите с собой взрыв пакеты я сегодня поспешил и не взял и пожалел об этом почему вот мы серёжа идем и вот смотрите вот это вот рылся кабанчик то есть здесь кабанов много потому что здесь дубовая роща вот и они тут питаются ходят кабанчики и вот на тропе я вот увидел тут рылся кабанчик и видимо не один что хочу сказать то есть когда идете в горы обязательно какие-то такие шумовые типа гранат там или взрыв пакетов и чем так взрыв петарды да ну там что взрывается так хорошо то есть громко то берите обязательно потому что можно подлететь очень сильно с этими ребятами хотя хотя там пожароопасность все но кабану пофигу он все равно если вас стоя застанет то есть они только шум боятся это еще видно что она делалась вручную сейчас делается промышленно это очень много лет просто не буду говорить представляете сейчас на рынке испании вообще где разве то многие специалисты покупают ее в 3 дорого реставрируют ну и покрывает свои богатые дома там ада а здесь раз не добрались значит еще доберутся все бизнеса черепицу будем кому-то продавать за черепок больше чем за железо металл за монетку дают но это да это не на не моя не твоя тема итак друзья мы на финишной прямой вот подходим уже будем подниматься уже все к оборонной линии видно прекрасно вот этой высоте слева от меня находится самая высокая гора в этой зоне называется рапира больше 1100 метров эта гора ну туда вроде как подниматься незачем хотя мы уже так я на эту камеру не передам но я уже вижу там вдали какие-то заброшенные места возможно что мы туда поднимемся но если поднимемся обязательно снимем что ну а пока наш наша цель наша цель вот это оборонительное сооружение ну вот все мы подошли ко входу это оборонительное укрепление тут вот такой вот стоит щит информационные но самый прикол мы что-то не обратили внимание вначале а потом перевели вот тут это 2 2 укрепления на одной горе и на второй горе вот и на вот на конкретно вот на эта гора называется 2 сиськи если перевести до стетос то есть это 2 сиськи вот так сексуально назвали гору так что видите как ну что идем смотреть все таки к чему мы пришли итак друзья находимся мы на горе 2 сиськи и вот на самом входе в укрепрайон то есть мы поднялись мы это сделали правда выдохлись ну что не сделаешь ради хорошей съемки и вот мы уже здесь то есть все нормально мы сейчас будем ходить по этим возможно лабиринтом или что тут осталось от этого всего и будем смотреть вообще что тут есть пока мы шли серега мы по опыту уже сказали вы сделали такой вывод что когда поднимаешься в горы на какое-нибудь селение иберов то получается что на на эти горы как-то поднимаешься легко до сереж ну да люди раньше как-то продуманность а здесь строили видимо военные потому что мы честно говоря подустали немножко подниматься вот и все тут построено даже не очень как-то все как-то пока мы смотрим и не можем понять что куда идет и зачем да но сейчас мы будем подниматься то есть обследовать и будем делать выводы что тут как тут это все было то есть вот видите ну да вот смотри стена то есть стену они возводили вопрос от всего я смотрю тут бетон серег вообще логический такой вопрос у меня очень простой вот мы вдвоем там два рюкзака у нас чуть-чуть аппаратуры и мы как-то вот тут прошли протусили мы поднялись с трудом да вот в эту дырку ну а представляешь вот вопрос как они поднимали цемент как они поднимали там провизию воду а потом же еще здесь стояли пушки ладно пулеметы там ладно я понимаю но пушки как они вот вообще здесь вот это вот все вручную ручную затаскивали ослик вряд ли потащить как-то вручную не ну подожди но ты же видел какие подъемы просто необъяснимые подъем это то есть ну как почти там 70 градусов как на нем пушку поднять фиг его знает видишь настроили так я тебе хочу сказать лишь бы лишь бы до держалась так особо они не не напрягались вот я смотрю там палки все все как-то так вот тяп-ляп не как наши строили ну да ну такую высоту на такую высоту попробую поднять сюда зато ладно это уже как бы остатки прошлого но зато какие красивые виды господи вот ради этого стоит посещать вот такие места вышел в пещерный человек появился серёга ну я же тебе говорил что туда там ход сужается мы там не пролезем там маленький человек залезет скажи не залезет туда маленький человек маленький да вот видишь такие большие как мы нет не не тут по засыпалась и я думаю наверное может был сдвиг пластов что раньше был все-таки проход видно такой как оккультуренный что нормально люди проходили прятали здесь слышишь а вот там что там там же дырка да вот идет там тоже как за засыпанный ход и что-то туда тоже видно был проход он как на камеру покажи там пошли пошире но засыпался переверни туда пока вот видно что немножко как бы это было что-то тоже обороженное ну и могли там ящики может с патронами стоять тоже что-то какая-то это ну засыпал видно что это уже засыпка по потом уже пошла что со временем осыпалась порода земля давая посмотри людям туда вот свет жалко нету тоже видите ребята что скорее всего конечно был проход прятали взрывчатые вещества что-то но я все-таки предполагаю что со временем просто сдвинулась порода и сейчас конечно только если какого-то маленького напарника искать и туда засылать это еще понимаешь как не факт туда как зашлешь об этом неизвестно вылезешь не вылезет а он если чё золотом другой стороны может вылезет я не знаю а вдруг растяжка какая-нибудь или еще чего-нибудь хотя они так утверждают что все убрали сколько мы этих растяжек уже в этом районе сняли серёга у нас боится змей серёга хочешь я тебе для адаптации змейку подарю не 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 я черепаха есть хочешь я тебе подарю черепах а зачем это будет кот на ней кататься играться вот такая вот амбразурка вот так вы представляете кто-то ставил автомат или пулемет и что-то там вот здесь стоял вот пулемет на это пулемет на расчет здесь как раз помещается я где-то на фотографии вот тут вот пулемет думаешь на так на открытом не а внутри да внутри да вот мало ли что надо слушай а тут похоже да 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 именно так оно и было вот так они жили жалко только одно что вот такие усилия бешеные да это все человечество устраивает только на то чтобы повоевать пострелять кого-то убить а так то да так даже очень неплохо хорошая тема поднять для разговора это где ребята спали я так и не понял да вот в принципе ну как понятно да они же где-то спали что-то непонятно серёж где-то здесь должно быть может эти укрытия разобрали деревянные деревянные укрытия вот смотри левее себя там расщелина может она раньше облагороженная была закрыта какими нибудь этими тут уже получается а вот заходишь все узкая конечно не все экономия экономили еще больница тяжелый труд вот так вот попробуй все занеси наверх обустрой еще и повоюй главное воевать свои свои со своей гражданская война ну что попытаемся пройти там где тяжело но там видимо тоже какие-то проходы были на незаросшие да мы не подготовились надо было верю убрать ну ладно следующий раз может быть когда-то мы пойдем так сережки поаккуратнее что там есть дорожка не вроде как какая-то тропинка или так или обозначение тропинки нет не может быть просто тупиковый заход с стороны мы посмотрели дороге как бы нету ну что пробуем ну ладно будем пробовать охота этот год посмотреть ну всем охота давай так я сейчас отключаюсь тогда ну и пробуем спуск делать это не тропинка одно обозначение мы попробуем итак дорогие друзья ну вот наш подъем подходит концу попытались мы там спуститься с другой стороны чтобы еще дойти до дота но там все уже как бы заросло получается надо идти с утра а у нас сейчас уже время это три часа дня до без 15 3 то есть пока если мы дойдем то есть будет темнеть не хочется оставаться где-то в горах поэтому отложим эту идею на следующий раз когда-то там все равно мы сходим туда ну спасибо кто был с нами только зашел ко мне в гости так что я с вами прощаюсь оставайтесь со мной но сейчас дам сереже пару слов тоже солнышко солнышко до глаза бьет сереж ночью под прощайся с ребятами спасибо тебе за то что ты пошел со мной сегодня мы часто сереже делаем такие прогулки изучаем территорию это было честно говоря разведка но сереж спасибо ребята не забывайте нас но одним нельзя конечно ходить вот надо хотя бы вдвоем втроем такой дружной группой интересные места в испании исторические тоже вот я раньше когда жил на эти в ссср думал там только одни войны были всякие революции оказывается здесь тоже это постоянно все было и очень богатые наследие здесь в горах где-то потеряли где-то закопали в общем такие интересные находки в общем бывает идут приятно смотреть и главное красивые и в горах очень хороший сохрану что я заметил то интересно хран хороший но это мы будем молчать потому что когда мы просто любуемся природой да уж скажи до свидания до свидания и начинаем петь песню сережка сережка готовь к обеду ложку нас ждет обед спуститься хоть до нормальной дороге сначала до сегодня мы дали стране угля но все будем какие красивые ну дымка вот эта дымка немножко это четко стеряется но все равно красивые камера так не знаю сколько передает конечно да